Вопрос воспитания ребенка. Мы по-разному смотрим на этот вопрос. И из-за того, что он относится к моему вот этому увлечению, вот этой информации, очень агрессивно? Нет, не агрессивно относится. Это вы не смиренно себя ведете в этом ключе. И поэтому он пошел на принцип. Да. Очень серьезно пошел на принцип. Ну потому что вы как бы, понимаете, когда женщина делает то, что непрогнозируемо, то есть мужчина ставит рамки в семейной жизни, он создает как бы сферу, в которой семья вращается. Это его обязанность перед Богом. И когда кто-то из родственников выходит за рамки этой сферы, без его ведома, то он начинает колбасить, он начинает волноваться. Хорошо, если человек выходит смиренно, говорит, разреши мне вот это. И как бы мужчина говорит, ну хорошо, я разрешаю. Хоть мне это некомфортно, я разрешаю, попробую вот так пожить, поизучать все. Но если вы говорите, да, иди ты, я сама решу, чем мне заниматься, тогда извините. Почему два раза вас Бог прерывал, как вы думаете? Не давал вам говорить. Почему? Ну, оскорбление совершили на мужа. Надо подумать. Молодец, разумный человек. У вас все исправится, как только подумаете, все исправится. Вы увидите, как только вы поменяете свое настроение, он сразу успокоится, тут же. Ну, не тут же, он не быстро успокаивается. Настроение в отношении чего? В отношении его обязанностей по поводу ваших увлечений. Ну, то есть мужчина следит за увлечениями женщины, потому что женщина в своих увлечениях не контролирует себя. Никогда. И не одна женщина. Поэтому каждая женщина должна всегда советоваться с мужем по поводу своих увлечений. И если она с благословением мужа что-то действует, она гарантированно всегда защищена от всяких глупостей. Но если женщина увлекается чем-то и не хочет советоваться с мужем, защиты такой нет, результат может быть очень печальный. Даже если она хорошими вещами увлечена. Ну, ответьте мне все-таки по поводу воспитания ребенка. В одной из своих лекций вы говорили такую вещь, что... Это мальчик или девочка? Мальчик. Мальчика воспитывает муж, мужчина. Да, но в нашей ситуации немножко все по-другому. У нас папа добрый и хороший, а мама злая и противная. И она пытается учить жизни и капризы регулировать, и наказывать в том числе. Нам не наказывать. Ну, вот, а как тогда себя вести? Ну, если вот ребенок пытается прощупывать рамки дозволенного. Ну, это обязанность мужа. А как мужу тогда намекнуть? Не надо намекать. Там работает мужская природа. Как вообще надо воспитывать мальчика? Мальчик должен... Понимаете, вы очень любите сына. Очень любите. Вот в этом вся проблема. Потому что вы привязаны к, понимаете, когда женщина любит сына, она пытается его оградить от всех опасностей любой ценой. Она пытается ему создать комфортную ситуацию жизни, которой должна жить женщина, а не мужчина. Мужчина развивается только в трудностях. Он вообще, когда комфортно, он деградирует. Мужчина не может жить в комфорте. Например, спать на мягком мужчине вредно для здоровья. Обливаться не холодной или не горячей водой вредно для здоровья. Ему не нужен комфорт. Есть мягкую пищу вредно для здоровья. Мужчина должен создавать себе трудности. Он должен всегда вступать с этим миром в конфликт. Пытаться аскетировать в отношениях с этим миром. Или маленький ребенок, он специально лезет туда, куда не надо, чтобы развиваться. Но если женщина контролирует ситуацию, она не дает ему развиваться. И результат будет печальным. Такой ребенок, маленький ребенок, когда он видит, что мать его ограждает от развития, он становится бешеным просто. И он мало того, что он может просто стать аморальным человеком в результате. Она может из него сделать рецидивиста. Из своей любви просто. Единственный выход – это терпеть, дать ребенку, мальчику возможность ошибаться. Вот вы сказали, туда не ходи, снег в башка попадет. Снег в башка попало, но ему больно, он плачет. Это развитие для мужчины. Но больше сам туда не пойдет. Он поймет, что вот так и надо туда ходить. На всю жизнь запомнит. Хорошо. А, например, в наших с ним отношениях, вот когда он начинает, как объяснить, делать какие-то вещи, которые нельзя делать по отношению к маме. Нельзя вот такие слова на маму говорить. Жалуйтесь мужу. Муж говорит, ну-ка, чего ты лезешь? А вы тогда плачьте на мужа уже. Направьте свою энергию на мужа. И он начнет вас успокаивать. Вы скажете, я не успокоюсь, пока ты не меня защитишь от своего собственного ребенка. И он начнет защищать, подойдет, скажет, ну, как его зовут? Артем. Артем, ну ты что, ну, давай с мамой поосторожнее. Ну ты что? Он скажет. Все, Артем поймет. Спасибо. Смотрите, женщины, смотрите, слушайте меня внимательно. У женщины есть три силы внутри, три силы. Две из них дают благо семье, одна все разрушает. Первая сила, она действует самым чудесным образом. Эта сила означает благословение. То есть женщина, она благословляет мужа, чтобы у него все было хорошо, защищает его своей внутренней силой, молится за него, верит, что у него все будет хорошо. Она восхищается его характером, как бы никому про него плохого слова не говорит, защищает его все в своем сердце. Эта сила самая лучшая. Ее больше всего женщина должна культивировать в своем сердце. Если мужчина разбаловался, то есть он как бы обнаглел, ну, все мужчины наглеют всегда. Это нормально для мужчины. Мужчина чуть-чуть обнаглел, нужно ему говорить добрую правду, по-доброму говорить правду, или если он не слышит добрую правду, тогда твердый характер проявляет, твердость. Это вторая сила, первая сила благословляющая, и вторая сила называется знание. Энергия знания идет через женщину. Она учит мужчину в жизни. Она его учит с помощью или мягкого подхода, или твердого. И то, и другое очень благоприятно для мужчины. Очень благоприятно. Теперь у женщины есть третья сила. Вот эта сила, женщины, услышьте меня, у мужчин такой силы нет, только у женщин. Эта сила, это способность разрушать отношения, проклинать мужа, камни на камне не оставлять, на благоприятном исходе отношений. То есть бунт внутренний, протест, желание все разрушить, топать ногами. Чуть-чуть можно. Чуть-чуть, когда вы чувствуете, что вы это делаете, и при этом контролируете ситуацию, женщины. Чуть-чуть можно, когда совсем уже невыносимо. И при этом старайтесь поменьше общаться в это время с человеком, когда у вас протест идет внутренний, бунт. Потому что в это время вы проклинаете мужа, разрушаете его жизнь. То есть пилите сук, на котором сидите. Помните, как Винни-Пух, он полетел, сук. Вот. Летел, летел, пел песенку, потом бам-бамс. Так женщина, она уходит из семьи, она как бы, а, все, классно. И потом через некоторое время бам-бамс. Ударяет ее судьба по голове. Она понимает, что зря она это сделала. Но когда она уходит, она полностью уверена, что она права. Знаете, почему она уверена, что она права? Потому что вот эта сила в женщине, разрушающая сила, она имеет божественную природу. Когда женщина коцает все, рушит отношения, она в это время пользуется энергией высших сил. Потому что она, женщина, сильнее мужчины. И она обладает вот этой способностью разрушить все вокруг себя. Поэтому женщина нуждается в сильной заботе, сильной опеке. И женщина сильнее мужчины всегда в жизни. Хоть и выглядит слабой. Выглядит слабой. Она и сама в себе не знает этой силы. Часто. Когда ее применяет, уже поздно потом становится. Она думает, что он сейчас тоже как бы сильным станет от того, что я делаю. Если человеку в живот нож сунуть, он сильнее не становится. Он не крепнет от этого. Понимаете? Так и женщина, если она рушит семью, просто бунтует. Никто не крепнет от этого. Все только снижаются возможности. Возможности силы снижаются. Сейчас вы начали бунт. Имейте подтверждение, там сзади произошло. знайте, что это никому не поможет. Потом сами будете страдать. Уже страдаете. Ну, заканчивайте бунт, успокаивайтесь, значит. Женщина может сама себя успокоить. Если она понимает, что дальше бессмысленно в этом направлении, она постепенно недельки за три-четыре успокаивается. Психика женщины очень сильная. Она медленно нарастает в чем-то и потом медленно успокаивается. Женщина не может простить быстро и нужно несколько дней. Вот. То есть психика очень медленно меняющаяся. Поэтому недельки две вам понадобится, чтобы убрать из себя эту силу. Хоть вы и знаете, что ее надо убрать.